Более 600 лет назад в Гейдельберге был основан первый немецкий университет. Сегодня он получил признание на международном уровне в сфере естественных наук, прежде всего в медицине. Университетская клиника Гейдельберга насчитывает 46 специализированных отделений, принимает ежегодно 240 тысяч пациентов и является одним из крупнейших и современнейших медицинских центров Европы. Активное сотрудничество университетской клиники с национальными исследовательскими учреждениями вызывает доверие у пациентов со всего мира. Особым направлением нашей деятельности является лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, а также разработка новых методов диагностики и лечения в Национальном центре онкологии при университетской клинике Гейдельберга. Сотрудничество специалистов 22 различных отделений обеспечивает процент излечения превосходящий средний международный уровень. У нас в Гейдельберге сложилась уникальная ситуация, когда мы можем совмещать интенсивное фундаментальное исследование рака с предоставлением всесторонней онкологической помощи. Поэтому уже на ранних стадиях лечения мы можем использовать новейшие данные научных исследований. Мы встречаем наших пациентов на специальных консультациях. Заболевание каждого рассматривает междисциплинарная комиссия по онкологии. Таким образом, мы можем предложить каждому пациенту наиболее подходящие индивидуальные методы лечения, во многих случаях инновационные, в рамках клинических исследований. Под зеленым холмом расположено сердце Гейдельбергского центра ионной терапии – ускоритель заряженных частиц. В центре ионной терапии впервые в мире используются роботы, управляемые компьютером. Они помещают пациента под источник облучения с точностью, прежде невозможной. Единственная в мире огромная установка лучевой терапии, именуемая Гентри, способна вращаться вокруг своей оси. Облучение опухоли возможно с любой стороны. Данная форма облучения целенаправленно разрушает только саму опухоль и оберегает прилегающие здоровые ткани. Такому облучению могут подвергаться глубокие опухоли или опухоли, окруженные тканями с высокой радиочувствительностью, такие как ткани глаза или ствола головного мозга. До настоящего времени в Гейдельбергском центре ионной терапии мы в основном проводили лечение пациентов с опухолями основания черепа, то есть опухолями головы и шеи. Результаты лечения таких опухолей очень положительны. Нам удалось достичь весьма высокого уровня контроля над раковыми клетками при минимальных побочных явлениях. В настоящее время проводятся дальнейшие клинические исследования по лечению рака предстательной железы и печени, а в планах и рака лёгких. Руководитель хирургической клиники профессор Маркус Бюхлер признан одним из лучших хирургов современности. Совершенное качество операций на органах брюшной полости, трансплантации таких органов, как почки и печень, а также операции на поджелудочной железе, выполненных хирургами Гейдельберга, известно во всём мире. У нас в Гейдельберге находится Европейский центр лечения заболеваний поджелудочной железы, относящийся к ведущим международным центрам хирургии. Ежегодно у нас проходят лечения около 2000 пациентов, из них 500 оперируются, причём очень удачно. Результаты лечения так положительны, потому что в Гейдельберге мы работаем с большой командой специалистов, и при этом часто встречаемся с редкими заболеваниями. Первая в мире успешная трансплантация стволовых клеток была проведена в 1985 году в университетской клинике Гейдельберга. Теперь трансплантация стволовых клеток считается стандартным методом лечения и зачастую единственным шансом исцеления для людей, страдающих раком крови или лимфатических узлов. В Гейдельберге ежегодно проводятся почти 300 операций по имплантации стволовых клеток, которые приносят исцеление многим пациентам. Таким образом, университетская клиника Гейдельберга является одним из крупнейших центров трансплантации стволовых клеток в Германии и Европе. Наши врачи и учёные усиленно работают над тем, как сделать трансплантацию костного мозга и стволовых клеток ещё более эффективной и создать методы лечения, нацеленные, например, на особые формы лейкемии. Для этого мы сотрудничаем со многими учёными, проводящими фундаментальные исследования. Гейдельбергский центр детской и подростковой медицины также является одним из ведущих учреждений по лечению раковых заболеваний. Показатель излечения в 85% значительно превышает средний уровень даже в сравнении со схожими клиниками в промышленно развитых странах. Дети, лечение которых в других местах продолжено быть не могло, были успешно вылечены в Гейдельберге и смогли здоровыми вернуться домой. Для лечения детей, больных раком, зачастую очень сложного, мы можем предложить комплексную лучевую и химиотерапию, а также специализированные методы детской хирургии и трансплантацию стволовых клеток. Применяемые нами сложнейшие методы лечения требуют теплого, личного отношения к юным пациентам, которое обеспечивают наши врачи, медсестры, психологи, социальные работники, музыкальные и спортивные терапевты. Университетская клиника Гейдельберга. Здесь объединяются высококлассная медицина и личное внимание опытного персонала. По данным последних исследований, клиника достигла выдающихся результатов лечения в сравнении с международной практикой. На университетскую клинику Гейдельберга прежде всего полагаются пациенты с тяжелыми заболеваниями. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова